Смотрите первыми в программе «Утро первых». Вся страна в одном павильоне. С человеком, который приложил руку и сердце к экспозиции Калужской области, пообщаемся первыми. Как насчёт французской бриоши? Вот наслаждение. Особенно, когда ты понимаешь смысл этих слов. Пополняем словарный запас вместе с учителем русского языка Викторией Лавровой. Творческий беспорядок. Отсутствие сил или желания убираться может быть и тревожным сигналом от психики. Вячеслав Смирнов разбирался, откуда берётся бардак. Встречаем это утро вместе с Марией Лазаревой. Друзья, доброе утро. Приветствую вас в этот чёткий четверг. А сегодня вас ждёт масса удивительного и интересного. Ведь вы начинаете утро вместе с каналом Ника и программой «Утро первых». Давайте же не ждать ни секундочки и начинаем прямо сейчас с выпуска новостей и прогноза погоды. В России началась вторая осенняя волна заболеваемости COVID-19. Вирус широко распространился в Москве, Подмосковье и Петербурге. На прошлой неделе зафиксировали 36 тысяч новых случаев. Сейчас заразившихся COVID-19 два раза больше, чем месяц назад. Преобладающим остаётся штамм омикрон. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вакцинация в этом сезоне не нужна, так как значимые риски пока что отсутствуют. В Калуге на выходных начнут строить каток на площади Старый Торг. С пятницы парковка перед зданием администрации перестанет работать до самой весны. Там начнут строить основание под каток. В этот раз каток сделают больше на 10 метров в длину. Туроператоры назвали лучшие города для отдыха в ноябре. В Астрахани в ноябре ещё нет снега, а температура воздуха выше нуля. В Волгограде эксперты советуют посетить Мамаев курган и насладиться поездкой на метро-трамвая. Ещё один вариант – Краснодар. Он также славится своими солнечными деньками в осенне-зимный период. Последним городом, который советуют посетить поздней осенью, является Дербент. В ноябре здесь сохраняется относительно тёплая погода, а ночные температуры держатся выше нуля. Панда Дин-Дин из московского зоопарка начала играть со своей дочерьём. Директор зоопарка Светлана Акулова пояснила, что подобным образом панда общается с детёнышем и воспитывает его. Мы уже рассказывали, что в начале октября детёныш панды открыл глаза. Сейчас чёрный-белый медведь уже способен слышать и видеть окружающие предметы. Продолжение следует... Продолжение следует... Дезинфекция от насекомых в Калуге Хватит подвергать опасности себя и своих близких. Обезопасьте своё жильё от насекомых и грызунов. Не стоит откладывать решение проблемы. Точка ДЭС. Профессиональная дезинфекция в Калуге и Калужской области. Работаем со всеми управляющими компаниями. Эффективно, анонимно, безопасно, выгодно. Работаем без выходных. Даже один человек – это уже как в поле воин. Мы – многонациональный народ Российской Федерации. Если я не пойду, другой не пойдёт. Мало-то на фронте кого будет. Пока размышляешь, враг продвигается ближе, а нужно его поражать уже здесь и сейчас. Здесь остаётся только сильные люди, сильные личности. И с такими людьми мы построим сильное государство. Ну, фашизм не пройдёт. Ну, и не надо ждать, когда они придут к нам. И будут так же, как они делают на Донбассе – убивать детей, женщин. Не надо ждать. И хочу сказать, что мы победим. Победа будет за нами. Потому что мы – достойные сыны нашей Родины. Фотографий было много. И цветные, и чёрно-белые. В основном – чёрно-белые. И они сформировали мой вкус, я так думаю, к фотографии. Пробей кровь, прими дух. Храм устроится на крови. Если мы в этом году не начнём что-нибудь делать, то мы на этом месте уже не сможем ничего построить. Помню я себя с первого класса школы где-то. Вот это я помню. Детей нас было мало. Я помню прекрасно свой детский сад. И вот, значит, отец Владимир, соответственно, вместе с хранителем этой иконы, Сергеем, они приехали в городскую бригаду, чтобы, значит, личный состав, кто пожелает, приложились. 4 ноября в нашей стране был поставлен рекорд. В первый день открытия выставки «Россия» на ВДНХ туда пришло 190 тысяч человек. И я уверена, что это не предел, потому что выставка будет работать до 12 апреля. Стенд Калужской области пользовался заслуженной популярностью. И помимо велосипеда Циолковского, сердца всех посетителей покорил человек, который приложил туда свои руки и свой талант. Лиза Кушлянская, художница, сегодня у нас в гостях. Лиза, привет! Доброе утро! Так, давай рассказывай с самого начала. Как ты попала в команду, которая занималась стендом Калужской области? Совершенно случайно, впрочем, как и все в этой жизни. Увидели мой проект, позвали в Министерство экономики и решила, что я должна быть там с мастер-классом, с лекцией, с проведением чего-то своего. У меня был мастер-класс по расписыванию значков с Калужской перюти. Заготовки я разработала, привезла, подарила людям их море эмоций. Впечатления приходили как калужане, так и гости из соседних регионов. Для тех, кто, возможно, совершенно случайно, только сегодня включил утро первых и еще ничего не знает о твоих проектах. Давай в двух словах напомним, с чего ты стала интересоваться калужской перевитью и как именно ты интегрируешь наш старинный промысел в модные современные штучки. Началось все с того, что я увлеклась расписыванию стен и решила смотреть на фасады, которые нас окружают. Поняла, что я полжизни прожила у бабушки в доме, где калужская традиционная роспись прямо на фасаде выложена мозаикой. Мне стало интересно, что это за узоры, почему они там, как они вообще там появились. Стало копать глубже, оказалось, что это наш калужский традиционный узор. Либо калужская перевить ее называют, либо тарусская вышивка. То есть зародилась она в Тарусе, но плавно перекочевала к нам. Нам есть чем гордиться. И захотелось рассказать всем о том, что есть наш узор, он классный. Мы не только там можем хохлому и кжеле расписывать в школе, но почему бы не делать это и с нашим узором. И появился такой проект. Попробовать как-то рассказывать и стилизовать эту идею, проводить мастер-классы, расписывать шопперы, расписывать обложки, паспорта, кружки. В общем, максимально те вещи, которые мы используем в повседневности. Чтобы люди расписывали и потом всем показывали. А вот у меня вот такая кружка, а это наш калужский традиционный узор. Вы знаете, что он такой классный. Вообще мы все классные. Да, да. И это действительно обращает на себя внимание, потому что твои мастер-классы в Калуге проходят уже давно. Твой проект получил поддержку на Тавриде. В общем, шик, блеск, красота. И вот ты в Москве на ВДНХ. Как реагировали люди, которые подходили к тебе? Чем они интересовались? Все ли у них получалось с нашей перевитью? Да, получалось абсолютно все, потому что это достаточно простые узоры, достаточно простые формы. Несмотря на то, что приходили и совсем прям маленькие дети, и взрослые бабуленькие, и все прям включались, всем было интересно, расспрашивали, пытались что-то узнать. Даже в блокнотах там что-то записывал про наш традиционный узор, чтобы все эти знания увезти с собой. Вот поэтому у всех все получалось. Все ходили максимально довольные. Не всем хватало мест, но тем не менее мы очень старались всех разместить. Ну, выставка еще продолжается. Судя по тому, что ты сегодня встречаешь утро с первыми телезрителями, ты сейчас не там? Планируешь еще когда-то до 12 апреля вернуться туда? Да, есть запрос пока лекции приехать, также рассказать про наш Калужский традиционный узор. Возможно, это будет опять же мастер-класс, но пока запрос на лекцию. Ты успела посмотреть, полюбопытствовать, что там еще есть на выставке? Первые два дня были там очень жесткие. Очень много людей просто не протолкнуться, особенно в субботу, когда стоялось официальное открытие, и пресса, и прям большой наплыв в очереди. И прям вот чуть ли не впихивались. Да, на самом деле успела походить, посмотреть, но, как мне кажется, чтобы в полном объеме это все увидеть, нужно приезжать где-то через месяц, через два. А может и под закрытие выставки. Потому что достаточно много различных мультимедийных штук на разных стендах, и хочется все потрогать. А когда огромное количество людей, все непонятно, понимаешь, куда идти. Есть прям стенды вау. Расскажи, что ты успела потрогать, попробовать, и что на тебя произвело самый вау-эффект, помимо стенда Калужской области, естественно. Есть, наверное, три стенда, которые прям остались у меня в сердечке. Это Владимирская область у них. Несмотря на то, что все достаточно как бы стерженно, просто и лаконично, наверное, это и выделяется, что все классно структурировано, аккуратные подсветки, все в белых тонах, и прям он смотрится, такой элегантный стенд среди всего. Слушай, ну если художник оценил, значит, точно это очень круто. Да, и два стенда мне понравились в качестве технологии. Это первым, там был робот, который разговаривал, у него двигались все скулы, мимические морщины, и он прям вот полноценно двигался, стоял как человек, и, конечно же, приколывал внимание всех людей. И еще один стенд, это Челябинская область. Там была большая мультимедийная книга, очень приятная на ощупь. Она была абсолютно белая, но когда ты листаешь странички, на нее проектором выводится информация. Ну, либо не проектором. В общем, там перелистываешь страничку, и меняется информация. И я, наверное, минут 10 стояла, и так, если я вот тут закрою, она поменяется, а вот тут. А как обмануть эту систему? В общем, обмануть ее не удалось, странички реально все перелистывались. Слушай, супер. Просто дело в том, что во вторник, получается, Степан Амелин, мой коллега, который тоже был на выставке, рассказывал, какие стенды произвели на него наибольшее впечатление. И там он прошелся по всему Дальнему Востоку, ему очень понравился Мурманск, Алтай, потому что там все было натуралистично. И тут ты называешь совершенно другие стенды, Владимирская область, Перми, Челябинск. Поэтому, мне кажется, там действительно каждый может найти что-то такое свое. Да, каждый найдет что-то свое. На некоторых стендах есть открытки, которые можно отправить, они уже с марками. То есть такие приятные из ВДНХ, возможно, скоро кому-то прилетят. Лиза, нас остается буквально 30 секунд. Ты наш большой друг телекомпании «Ника». Ты недавно сделал на нашей территории «Мурал», посвященный нашему проекту «Клен». Какие у тебя ближайшие творческие планы, о которых мы будем рассказывать в студии «Утро первых»? Выжить этот ноябрь и декабрь, потому что начинаются новогодние ярмарки, начинаются продажи новогодней продукции. И хочется каждый год делать что-то новое, как-то удивлять, радовать всех, кто что-то заказывает. Как это здорово! Спасибо тебе огромное за то, что ты пришла к нам в студию, потому что ты человек, который всегда нас радует своим позитивом, своим творческим настроем. И самое главное, настроим на то, что наши исконные традиции нужно продолжать, и они могут быть стильными, модными, современными. Возьми, пожалуйста, в руки значок, который предназначается тебе. Да! Твой красивый красный пиджак. Мне кажется, спишется сегодня идеально. Да, вот такие значки мы расписывали. Ага. Это птица Пава, наш прекрасный павлин, который появился в Калуге внезапно. В общем, вот. Класс! Класс! Отдаем его тебе. Ура, ура, ура! Друзья, пока я буду примерять значок, я предлагаю вам посмотреть блок Виктории Лавровой «Словарный запас». Тоскливая пора осенью. Тоскливая пора осень. Сейчас бы лечь на оттаманку, взять кружку с горячим шоколадом с бердекеля и ароматную французскую бриошь. Вот наслаждение. Особенно, когда ты понимаешь смысл этих слов. Для этого смотрите мой блог «Словарный запас». «Аттаманка». Нет, это не жена казачьего атамана, а широкий диван без спинки. Появился он в Европе в середине 18 века. Диковинный предмет был завезен из Аттаманской империи, территории современной Турции. Отсюда и название. Удивительный факт. Название «Аттаманское» применялось далеко не во всем мире, а только в Европе. Вот такая история. Бердекель. Само звучание слова «бердекель» указывает на его немецкие корни. Бердекель – название крышки, которой в Германии было принято прикрывать кружку, чтобы в напиток не попали падающие листья, насекомые и любые другие нежелательные добавки. Понятно, что такое применение актуально в случае употребления напитка на открытом воздухе. А в заведениях бердекель стал служить для защиты поверхности стола и барной стойки от царапин. Проще говоря, бердекель – деревянная или картонная подставка под кружку с логотипом заведения. Французская кухня известна своими десертами. А одним из самых ароматных из них является бриошь. Эта мягкая выпечка имеет долгую историю. Одна из легенд гласит, что создателем бриошь был Жан де Ла Фонтен, знаменитый французский писатель и поэт. По преданию, Ла Фонтен разделял свою страсть к выпечке с булочницей по имени бриошь. И они совместно разработали рецепт этого сладкого хлеба. Однако исторические данные не подтверждают эту версию. И она, скорее всего, является литературной выдумкой. Более вероятная теория связывает происхождение бриошь с монашескими общинами. В средние века монахи пекари активно занимались созданием различных видов выпечки. И бриошь могла быть одним из их творений. Эта пышная булочка была роскошным десертом, который монахи использовали для особых церемоний и праздников. Сегодня бриошь популярна не только во Франции, но и во всем мире. Ее уникальный и привлекательный внешний вид манит гурманов и любителей выпечки. Чтобы ваша жизнь была сладкой и сытой, кормите не только свой желудок, но и разум новыми словами. В этом году случилось много законодательных изменений. В том числе они касаются общей недвижимой собственности. Для меня это очень сложно, поэтому без эксперта в студии я не справлюсь. И есть у нас такой человек, Сергей Проняев, эксперт управления Росреестра по Калужской области. Сергей Викторович, доброе утро. Доброе утро. Так, общая собственность... Общая собственность. Общая собственность. Что это такое вообще? Давайте разбираться. Ну, в первую очередь, общая собственность, она от самого названия происходит. То есть это недвижимые вещи, которые находятся в общей собственности. Они располагаются в определенной территории общего назначения и предназначены для обслуживания неопределенного круга лиц, которые являются собственниками здания, сооружения, в котором находятся эти недвижимые вещи. Либо на территории общей, в которой находятся эти недвижимые вещи. Так, все. Теперь мне стало понятнее. Я теперь путаться не буду. И какие же новшества с 1 октября 2023 года? С 1 октября 2023 года главное новшество, что общее имущество, оно распределяется пропорционально недвижимость, которая находится в собственности у людей, в пропорциональной площади этой недвижимости. И, соответственно, они могут распоряжаться этой недвижимостью путем сбора общего собрания и решения вопросов. Также они могут передавать это общее имущество в распоряжение третьих лиц по общему согласию. А что это могут быть за третьи лица? Ну, например, СНТ, да? Общее имущество в СНТ это общие территории, которые находятся в границах садового или огородного товарищества, которые принадлежат на праве общей собственности долевой собственникам земельных участков, входящих в состав СНТ или оборудованного хозяйства. Также по решению общего собрания всех членов СНТ это имущество может быть передано на обслуживание организациям, ну, вплоть до водоснабжения, газоснабжения, какие-то коммунальные услуги, которые будут обслуживать их водопровод, газопровод, необходимый для обслуживания их домов, которые расположены в этом СНТ, например. Также земельные участки по решению общего собрания могут быть переданы в собственность либо субъекта Российской Федерации, либо муниципалитета, на территории которого находятся вот эти общества судоводческие. То есть мы говорим о тех же там проездах, по которым ездят они к своим участкам по территории СНТ. Для обслуживания они могут решением общего собрания передать это имущество в муниципалитет. Ага. И таким образом муниципалитет будет нести ответственность за дороги. Да. Но это в случае, если законодательством предусмотрено, что муниципалитет может принять такое имущество, которое они ему собираются передать. Да. Угу. Так. Хорошая тонкость. Но с дачниками уже все более-менее понятно. Есть еще гаражные кооперативы. И я так понимаю, что понятие общей недвижимости касается их тоже. Да. Изменения внесены также в регулирование гаражных кооперативов. Впервые дано общее понятие, что такое вообще гараж. Это здание не более двух этажей, которое еще может иметь подвальное помещение. Они могут быть отдельно стоящими, либо расположены, могут быть в одном ряду, иметь там общий фундамент, общие стены, общую крышу. Вот. При этом, опять же, в гаражных оперативах там идет общее имущество, в основном это проезды, въезды. Это закон направлен на то, чтобы регулирование отношений по этому общему имуществу между членами товарищества автолюбителей, которые построили гаражи и которым необходимо проезжать к этим гаражам по общей территории. Бывало такое, что кто-то перекроет проезд без решения общего собрания. Теперь без решения общего собрания закрыть проезды куда-либо невозможно. Ограничить проезды. А также нельзя занимать это общее имущество какими-то своими вещами и препятствовать его использованию. Вот. И, соответственно, когда человек становится членом кооператива такого гаражного, он, в свою очередь, получает и долю на это общее имущество. То есть уже определен порядок, как можно пользоваться и обслуживать это общее имущество общими силами. То есть это все происходит общим собранием по решению большинства членов кооператива. Вот. Еще вот забыла сказать про СНТ, что вот эта доля общего имущества, она всегда должна следовать судьбе земельного участка, который находится в собственности члена СНТ. То есть у вас есть земельный участок, есть зарегистрированная доля на общее имущество. Вы когда реализуете свое недвижимое имущество в виде земельного участка к какому-то лицу, необходимо обязательно, чтобы вы в договоре указывали то, что у вас есть общее имущество и одновременно вы ему передаете права на долю в этом общем имуществе. Если вы этого в договоре не укажете, то ваш договор к сожалению будет ничтожен. То есть сделка будет признана ничтожной. То есть вот это об этом надо помнить, соблюдать. И учитывать. Эти законодательные изменения, они с нами уже чуть больше месяца, с 1 октября, я напомню, они вступили в силу. Как на практике сейчас уже реализуются все эти законы? Конечно, с момента вступления эти законодательные инициативы уже действуют, люди уже вносят изменения в свои уставы объединений и начинают уже пользоваться общим имуществом и регистрировать на него права. Ну и опять же собирать общее собрание и решать судьбу своего общего имущества, передавать его на обслуживание каким-то третьим лицам, либо самим заниматься его обслуживанием и распоряжением. То, что люди стали чаще собираться на собрания ввиду этих законодательных изменений, это понятно и это, наверное, хорошо. А какие еще самые главные плюсы внедрения этих новинок, какие главные проблемы это решает? Главная проблема это всегда была проблема обслуживания общих территорий, тех же дорог, водоснабжения, газоснабжения. Теперь собственники вот этих либо помещений, либо земельных участков могут это все передать в соответствующие организации, чтобы не они занимались там обслуживанием своих водопроводов, которые там приходят в негодность, а соответствующие организации. Очень удобно. Спасибо большое, Сергей Викторович, за то, что пришли, все разложили по полочкам и мы напоминаем нашим зрителям, что если вдруг у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться в управление Росреестра, посмотреть сайт, там все-все-все понятно и указано. Ну и смотрите «Утро первых», потому что гости из Росреестра часто к нам приходят со всяческими разъяснениями. Еще раз спасибо. Спасибо вам. Ну что ж, друзья, мы движемся дальше. Если с дачными кооперативами и гаражными мы все по полочкам уже разложили, то порядок во всех остальных сферах жизни нам поможет навести Вячеслав Смирнов. Добрый день, здравствуйте. Дома снова беспорядок, можно даже сказать бардак. Отчего он постоянно возвращается, сколько не убирайся? И не является ли беспорядок в комнате признаком каких-то более серьезных проблем, отклонений и психического неблагополучия? Давайте разбираться, психология нам в помощь. Во-первых, давайте сразу определимся, что как маниакальное стремление к чистоте, так и полнейшая захламленность дома это крайности, которые явно свидетельствуют о каких-то нездоровых тенденциях в психике. Одержимость чистотой никого до добра не доводила. Правда, и отсутствие дома хотя бы элементарной чистоты не добавляет нам очков в глазах окружающих. Во-вторых, откуда берется беспорядок? С одной стороны, понятно, люди в процессе жизни производят мусор, берут вещи и не возвращают их на место, не всегда вовремя стирают и так далее. С другой стороны, отсутствие сил или желания убираться может быть и тревожным сигналом от психики. Почему люди не убираются или сознательно производят беспорядок? В случае с подростками, например, это может быть протест и заявление из серии «Я взрослый делаю, что хочу». Может это быть и просьбой, чтобы тебя заметили, хотя бы из-за беспорядка обратили на тебя внимание. Если же мы говорим о более взрослых людях, то причины беспорядка и бардака, как правило, иные. Например, депрессия или эмоциональное выгорание. Действительно, если тебе настолько тяжело жить, что даже на еду и ванну не всегда находятся силы, то что уж говорить об уборке и стирке. Некоторые люди не убираются для того, чтобы их пожалели. Бардаком мы иногда показываем окружающим «Смотрите, у меня так мало силы времени, что я даже не могу убраться. Мы хотим, чтобы нас пожалели и помогли нам». Некоторым такая причина может показаться странной, но действительно есть люди, которым это сочувствие очень нужно, как раз чтобы опереться на него и попробовать вылезти таки из глубокой эмоциональной ямы. Мужчины, кстати, часто не замечают беспорядок, потому что им важнее функциональные качества жилища, а не эстетические. Да и к тому же, как сказала бы Кристина из-за омании, так мы метим свою территорию, показываем, что я тут живу и тут действуют мои правила. У девушек тоже встречается такое поведение и часто оно связано со слишком строгим контролем в родительском доме. Бунтарский дух присутствует в людях независимо от пола и прорывается, как только человек получит хоть немного свободы. Иногда беспорядок в доме связан с неумением расстаться с прошлым или со страстью к накопительству. Все мы со школьной скамьи помним Плюшкина, но продолжаем собирать пакет с пакетами, коробку с проводами и сервизы на праздничный день. Мне кажется, что правило «год не пользовался, выбрось» это очень полезное правило. Жизнь цикличная, если тебе эти подарочные вилки не пригодились, то зачем им занимать место? Или старым покрышкам от велосипеда на балконе «зачем они тебе? Жалко же, а вдруг мне это пригодится?» Это очень страшный вопрос, который и захламляет нам кладовки, чердаки, подвалы, гаражи и балконы. Давайте избавляться от старого, пусть оно не мешает нам двигаться вперед. Ладно, пакет с пакетами оставляем, вещь реально нужная. В-третьих, как бороться с беспорядком. Регулярной уборкой, конечно, если это простой беспорядок, и соблюдением правил поведения. Поел, вымой посуду, накопилось белье в корзине, включи стиральную машинку. Назначь субботнее утро временем уборки и пылесось, прибирайся в это время, например. Ключ к успеху тут регулярность и систематичность. Уборка, кстати, тренирует силу воли, учит нас раскладывать вещи по местам, систематизировать, а это, в свою очередь, поможет нам и с нашими внутренними проблемами. К тому же, убрался, посмотрел на дело своих рук и понял, что ты молодец. Это ощущение тоже довольно важное и полезное. А на сегодня пока все. Живите активно, действуйте разумно, увидимся в следующий раз, если, конечно, проберемся к экрану через горы вещей, накопленных на черный день. Смотрите далее в программе «Утро первых» «Чудо в струнах». Фестиваль «Мир гитары» будет представлен на ВДНХ. Все подробности узнаем первыми. Искусство с вау-эффектом. Он в буквальном смысле сделал производство шедевров поточным. О поп-арте и не только, рассказывает Юлия Заложных. Будущее уже сегодня. То, что он может сделать робот, у человека этих сенсоров, органов просто нет. Как увлечь детей робототехникой, выяснял молодой папа Николай Фомушин. Вот знаете, у нас в студии программы «Утро первых» было уже двое гостей, и каждый из них признался, что очень хочет спать. Я вам честно скажу, я тоже. Но у меня есть секрет. Надо улыбаться. Потому что, во-первых, это как-то растягивает лицо, и, во-вторых, заставляет других людей делать то же самое. Мы будем и дальше спонсировать ваше отличное настроение. Продолжаем выпуском новостей и прогнозом погоды. В России могут ввести семейный сертификат на покупку автомобиля. Предполагается, что на него смогут рассчитывать семьи после рождения ребенка, чей совокупный доход за год не превышает трех миллионов рублей. В законопроекте также сказано, что номинальная стоимость семейного сертификата устанавливается в размере одного миллиона рублей. По мнению авторов, принятие такого закона окажет положительное влияние на демографическое развитие страны. Инициатива сейчас обсуждается. Уже сегодня в Калуге начнут разбирать понтонный мост через АКУ в районе Воробьевской переправы. Работы по демонтажу будут проводиться в течение двух дней до 10 ноября. Калужан просит учитывать эти обстоятельства при планировании своего маршрута. Мост вернут на место уже весной 2024 года, когда уровень воды в реке придет в норму. В Калуге впервые пройдет профессиональный турнир по ММА. 11 ноября в Калужском дворце спорта Центральный состоится поединке в рамках профессионального турнира ММА «Сирия-74». Наш регион представят спортсмены Академии Единоборств Обнинска Владимир Морозов, Владислав Афанасьев и Марат Мурадалиев. Всего состоится 10 поединков. Начало боев 19.00. Турнир по бесплатным билетам могут посетить зрители старше 16 лет. Октябрь этого года стал самым теплым месяцем за всю историю погодных наблюдений. Средняя температура составила 15,5 градусов. Это на 4 пункта больше предыдущего рекорда, установленного в 2019 году. Также прошедший месяц был примерно на 2 градуса теплее, чем за последние 50 лет 19 века. По словам ученых, глобальное потепление происходит быстрее, чем предполагалось. Уже к концу десятилетия температура на планете вырастет на 1,5 градуса. В сети появились первые кадры космоса в полном цвете. Снимки телескопа Евклид действительно поражают. Изображения иллюстрируют обширную 3D-карту Вселенной и раскрывают ее некоторые секреты. Особенность телескопа в том, что он создает четкие фотографии в видимом и инфракрасном свете огромной части неба. На новых фотографиях видны как яркие звезды, так и слабые галактики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дезинфекция от насекомых в Калуге Хватит подвергать опасности себя и своих близких. Обезопасьте свое жилье от насекомых и грызунов. Не стоит откладывать решение проблемы. Точка Дез. Профессиональная дезинфекция в Калуге и Калужской области. Работаем со всеми управляющими компаниями. Эффективно, анонимно, безопасно, выгодно. Работаем без выходных. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы. Разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту. Спасательная операция в самом разгаре. И сейчас меня вытаскивают из горящего здания с помощью специальной. Прямо сейчас в областном правительстве было принято важное решение. В этом спускаемом аппарате в 79-м году возвращались на Землю два наших космонавта Владимир Ляхов и Валерий Рюмин. Вариант серфинга без сапсерфа. Сейчас я расскажу, что это такое и как удержать равновесие. Все самые важные события региона смотрите в итоговой программе неделя. Каждую субботу в 17 часов. Осень — это лучшее время для того, чтобы творить. Ну, или во всяком случае наслаждаться продуктами чего-то творчества. Например, у меня в плеере уже давно плачет Стинка, а в сумочке — Пушкин, потому что мы проходим Бориса Годунова. Тем не менее, сегодня у нас в студии человек, который объединяет творческих людей со всего мира. И вот это объединение является одним из главных брендов Калужского региона. И вы сейчас поймете, почему. Олег Владимирович Акимов, создатель, бессменный руководитель художественной фестиваля «Мир гитары». Олег Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Итак, начинаем хвастаться. Давайте попробуем. На платформе всероссийской достижения РФ были представлены проекты, за которые можно было голосовать. Проекты, которые являются главной гордостью региона. И что же произошло? Ну, по итогам голосования наш проект фестиваля «Мир гитары», который был включен в этот список, в список 18 проектов от нашей области, занял первое место. Ура! Поздравляю вас! Спасибо. Много было голосов? Да, у нас почти 2500, но как сказать много. Ведь сейчас на эти голосования к сожалению они немножко подпорчены некоторыми представителями других профессий, и люди не совсем с охоты идут и боятся, потому что много сейчас существует вирусов, и просмотров, конечно, на нашей странице было огромнейшее количество, и не только из нашего региона, потому что действительно наш фестиваль международный нам присылали из Италии, из Германии, из Испании, со всей нашей бескрайней России, и просмотров, конечно, было огромное количество, что очень-очень радует, и, конечно же, и голоса, количество оставшихся, но самое главное это количество просмотров, это, значит, наши друзья, они у нас есть, их много, и мы рады, то, что фестиваль именно наш, Калужский, тем самым, вот этими голосами и просмотрами говорят, что наш регион интересен и интересен культурными событиями. Ну, я на самом деле нисколько не сомневалась, я когда увидела фестиваль Мир Гитары в числе номинантов, я сразу поняла, потому что и билеты разлетаются, как горячие пирожки, и каждый калужанин знает о Мире Гитары. Но теперь, чем вам это грозит? Это нам ничем не грозит, это грозит тем, что нам приятно, мы горды тем, что в очередной раз мы доказали, что фестиваль действительно серьезный, что он имеет значение не только в мире, но и для нашей области. Это самое главное. Как всегда говорят, любовь народа. Любовь народа это самое главное, но я вас толкаю по направлению к столице, к выступке России. И все проекты, которые были представлены, а их было 18 проектов, я уже говорил об этом, они будут представлены именно на этой выставке, потому что голосование проходило в рамках выставки, и на интерактивных экранах будут представлены все эти проекты, а там у нас и медицина, и промышленность, и пять проектов от культуры. не только на фестиваль, это фестиваль старейших театров, это «Этномир», это «Архстояние», и музей космонавтики представлены от сферы культуры и искусства, также от спорта, и от сферы производства. И о каждом есть информация, которая будет там представлена, но мы еще думаем, что 12 января будет день Калужской области, потому что каждый регион имеет свой день, наш день это 12 января, мы тоже подали свои видения и свою программу, и надеемся, что мы примем участие именно в этом дне, именно в фестивале «Мир гитары» с лучшими представителями нашего движения, те, кто были у нас в гостях, и я надеюсь, что это будет очень интересным событием, и к тому же есть еще и идея, может быть, разыграть гитару производства, Калужского производства, так что мы полны планов, желаний более активно показать нашу область. Я думаю, что сейчас многие запомнили, что 12 января день Калужской области, самое главное, чтобы калужане не запланили все в ДНХ и дали представителям других регионов тоже насладиться. А вы уже успели побывать на выставке? Нет, еще не было, мы планируем, безусловно, посетить. Открытие всегда такое бывает грандиозное, грандиозное, и чтобы посмотреть, необходимо, как и везде, как и любая премьера, всегда такая грандиозная, а чтобы насладиться, иногда нужно чуть-чуть подождать, выждать паузу, и потом уже посетить, и посмотреть, что там происходит. А сейчас нам всем кажется, что у вас, наверное, творческая пауза, ведь фестиваль «Мир гитары» будет еще не скоро, но ведь активная подготовка уже идет. Безусловно, она не заканчивается, и у нас уже подготовка идет на 2025 год. Ого! Да, поэтому такой творческой паузы нет, это правильно, что для многих, кажется, вот сейчас ничего не происходит, а внутри фестиваля идет работа, потому что это сейчас достаточно непростая работа, и необходимо провести переговоры, подписать контракты, договориться о сроках приезда, ну, в общем, много работы хватает, конечно, и хотел бы сказать, что в следующем году, в мае, мы, опять же, я не скажу, что мы будем удивлять, но мы будем соответствовать тому уровню, который мы набрали за эти 27 лет, уже 27 год будет, и много интересного нас ждет, и может быть, даже очень интересно будет закрытие, грандиозное закрытие, но это все будет чуть позже, как только будет все известно, мы с удовольствием придем к вам в гости и расскажем, тоже ждет, уже на 27 фестивале. Супер. Олег Владимирович, спасибо вам огромное за то, что пришли, рассказали, и самое главное, пообещали, что мы все первыми в программе «Утро первых» узнаем все подробности предстоящего 27 фестиваля Миргитары. Успехов вам. И до новых встреч. До новых встреч. Друзья, ну а мы движемся дальше и продолжаем говорить об искусстве, но теперь об изобразительном. Передаю слово Юлии Заложных. Доброе утро. Сложно не согласиться с утверждением Пабло Пикассо, что искусство смывает с души пыль повседневной жизни. В эфире блог «Арт Инсайдер». Давным-давно, когда еще не было автомобилей и железных дорог, по Руси от одного села к другому шли Афени, разносчики или коробейники. В больших коробах они разносили всевозможные товары и яркие картинки-лубки. Название этих картинок пошло непосредственно от лубяного короба Афень. А лубом на Руси называли внутреннюю часть коры дерева. Впервые такие картинки появились в России в начале 17 века. Неизвестные художники гравировали на досках, делали с них оттиск и раскрашивали от руки. Эти веселые норовоучительные изображения украшали многие крестьянские избы. Сначала лубки иллюстрировали библейские легенды и сказания. Позднее, в 18 веке, возникли те, которые показывали жизнь народа и крестьянский труд. Появились на них и городские щеголи и модницы. Каждый рисунок сопровождался текстом, часто в виде стихов. Некоторые лубки пользовались особой любовью народа. Например, картинка, как мыши кота погребают. Была напечатана при Петре I и пересдавалась на протяжении многих десятилетий. В 1812 году во время Отечественной войны появились лубки, изображавшие подвиги русских солдат. Лубки охотно покупали, потому что в ту пору газет было немного и обо всех событиях простой народ узнавал с помощью этих ярко раскрашенных рисунков. Этому художественному течению многие до сих пор отказывают в праве называться искусством, считая его детищем рекламы. Речь идет об поп-арте. И действительно, в 1950-е годы таким термином называли продукты массовой культуры. Статьи в желтых журналах и штампованные предметы быта. Но когда художники Ричард Гамильтон, Джаспер Джонс и Рой Лихтенштейн начали отливать из бронзы памятники зубным щеткам, соединять в коллажах античных атлетов с пылесосами и магнитофонами, водить в полотна героев комиксов и мультфильмов, их обвинили в пошлости дурновкусии. А коллекционеры тем временем стали выкладывать на аукционах за такое творчество колоссальные суммы. Самым известным представителем и символом поп-арта считается Энди Орхол, художник, вывернувший наизнанку всю художественную теорию. Он в буквальном смысле сделал производство шедевров поточным. Мы помним, например, Диптих Мерлин, где весь холл занимает 50 совершенно одинаковых трафаретных изображений актрисы. Ведь Монро признанная красавица, говорил Орхол. Так значит, ее изображение в любом случае красиво, а 50 Монро всяко лучше, чем одна. И чем же это не произведение искусства? В историю также вошли растиражированные Орхолом портреты банок супа, бутылок с кетчупом и моющих средств. Заключительная экспозиция выставочного проекта Калужского музея изобразительных искусств в эпоху Островского представляет эскизы костюмов и декораций к пьесам драматурга, выполненные калужским художником Владимиром Поповым. Благодаря работам мастера можно ощутить себя непосредственно зрителем, находящимся в театральной ложе и смотрящим спектакль «Бешеные деньги», сюжет которого повествует о жизни героев, объединенных жаждой наживы и богатства. Античная школа так называется фреска Рафаэля в Ватиканском дворце, посвященная философии как духовной деятельности человека. Таков правильный ответ на вопрос из прошлого выпуска. Интересно, что исследователи нашли на фреске изображения самого художника. Сегодняшний выпуск блога «Арт Инсайдер» подошел к концу. До новых встреч и пусть ваш день будет наполнен творчеством. Творчеством, кстати, занимаются не только люди искусства, но и ученые. Современные роботы умеют петь, танцевать и даже шутить. Как заинтересовать маленьких детей большой дорогой в робототехнику, я, например, не знаю. А молодой папа Николай Фомушин уже все разу узнал. Доброе утро! В эфире вновь рубрика «Молодой папа», где мы собираем советы для молодых родителей. Вы знаете, в моем детстве робототехника это было что-то из области научной фантастики, а сейчас это кружок и занятие для детей от 10 лет. Что там можно сделать и как туда попасть? Мы поговорим с преподавателем робототехники Донковым Вячеславом Михайловичем. Вячеслав Михайлович, доброе утро! Доброе утро! Робототехника сегодня. Что это? Чем вы занимаетесь? Я хочу сказать, что мы скоро отметим 20-летие, когда существование радиоклуба робототехник. Чем мы занимаемся? Конечно, мы занимаемся то, что называется роботами. Мне говорят, вы что там, роботов что ли делаете? Я говорю, не, людей делаем. Вот основа, так сказать, нашей работы. Сделать личность, которая могла бы поставить перед собой конкретную задачу и добиться ее исполнения. Вот это очень важно. И всегда это было важно, и сейчас особенно. Значит, о чем разговор? Ну, у нас лозунг такой, делаем роботов полезных и с техникой бесполезной. Сейчас ведь, по большому счету, это как собирают как конструктор, и это больше про программирование. А у вас, я просто полистал уже ваши материалы, это прям хендмейт, ощущение, что от первого винтика и вот до последнего у вас как раз. Да, здесь в чем отличие от конструктора? Все-таки конструктор, он создали его, так сказать, организация, это бизнес определенный, для развития творчества, очень хороший конструктор, я согласен. Но что-то изменять в нем, допустим, просверлить лишнюю дырочку или ставить там проволочку, или перепаять тот же шлейф в управлении, уже запрещено. У меня здесь, да, мы настоящие, из настоящего металла, настоящие винты, настоящие все, плюс еще, паяем, потому что любая конструкция, изобретательная, вот, она требует именно, чтобы делал ее изобретатель, то есть надо соединить элементы, радиоэлементы, так, то он сможет это сделать. То есть, соответственно, я понимаю, что если паяют, то это и обусловлено, что это для детей с 10 лет, то есть все-таки определенная техника безопасности соблюдается. Безусловно. Все занятия начинаются обязательно с техники безопасности, кругом электричество, я все это, ну, я рассказываю, ежедневные, плюс еще у нас месячные, так сказать, запрограммированные наши организации, созвездие, значит, обязательно проводить технику безопасности. Давайте я покажу просто на камеру, что, я так понимаю, может быть сделано, а вы сейчас про какого-нибудь робота, если можно, нам рассказывайте, чтобы мы, да, чтобы мы примерно хотя бы понимали уровень задач, которые стали от юной робототехники, и которые они же, хотя вот юная робототехника у нас, решить. Я вот здесь видел одного интересного робота. Найдемте, давайте я помогу вам. Да. Найдемте этого робота, о котором я хотел отдельно поговорить, потому что он определяет основные задачи робототехники, потому что идей-то много. Вот он. Да. Давайте я покажу. На камеру. Значит, еще раз я повторю это самое, расскажу про него, да? Да. Вы скажите, пожалуйста, я ребятам сюда... Похож на пылесос, кстати. Без пылесоса здесь не обошлось, мне кажется, Так вы понимаете, что мы делаем все это, ну, под, можно сказать, под подружжим материалом, можно так сказать, даже. Здесь еще есть значок радиации, но я так понимаю, что это просто депорт. Да, 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 да. Ну, в общем-то, в двух словах рассказать. Да, конечно. Самое главное, что вот вы, я говорю, ребятам приехали с девчонками на речку, какая красота, небо голубое, вода голубая, все прекрасно, уже палатки ставится. Один умный мальчик, который занимается робототехникой, поставил этого робота, нажал кнопочку, и он уехал. Буквально через 15-20 минут он приезжает и говорит, ну, так скажем, с ним общается, и говорит, если достать такого робота, то первыми все-таки уедут к нему на девочке, но, тем не менее, это интересно. И он говорит, значит, ребята, я взял пробу грунта, здесь недавно разлили ртуть, ну, скорее всего, тут побросали самые лимисцентные лампы, я не знаю, что везде. Я снял, снял, принял радиационный фон, замерил, он повышенный здесь. Я поймал комарик, он оказался малярийным. Вот, я посмотрел состав воды в речке, она не соответствует нормальному, потому что выше посещения находится свиноферма. Так что я вам доложил, что я все провел, и желаю вам отсюда уезжать, искать другое место. И крепкого здоровья. Да, и вот, ну, это действительно по-настоящему работает. То есть, это не фантазия. Это работа? Протокипирование. Протокипирование. Да. Ну, назовем модель. Конечно, здесь сложно, здесь, если этот, допустим, этот робот обойдется, допустим, где-то, ну, тысяч 10 долларов, рабочий, ну, у нас их 10 долларов нормально, но функция, понимаете, у нас самое главное, я о чем хочу сказать, то, что он может сделать робот, у человека, этих сенсоров, органов, просто нет. А какая команда над ним работает? Или это один человек делает? И какого возраста? Мы понимаем, что под вашим четким контролем. Здесь я хочу сказать, как в свое время создание робота коллективный труд. Потому что один хорошо вводит слесарными навыками, другой просто хорошо поет. Это просто хорошо соображает, он перспективный такой, он идей, идей полно. А вот если я хочу сам заниматься робототехникой, что-то узнавать, могу ли я как-то сам в этом продвигаться? Или мне нужно вот обратиться к вам, чтобы было вот это сообщество вокруг меня? Если вы хотите заниматься, ко мне прийти, значит, возраст у вас должен быть до 10 лет, это третий класс, но там самое главное, занимаюсь на течение 3 года. 3 года. То есть он пришел первый год, это я раньше называл роботы-игрушки, а сейчас называю модели роботов. Он будет знать электротехнику, основы, электротехнику, робототехнику, телеметрию, это самое, и я могу даже сказать электронику в какой-то степени. Ну, уровень, конечно, небольшой. Но в школе это вообще не преподают. Да. Его задача, это самое, использовать эти знания, вот, заключение, первого года обучения он будет знать. И сделать какую-то, вот, то, что мы с вами смотрели, чтоб моргал, сверкал там, типа буратино и все. Вот второй год посложнее. Здесь он уже по окончанию второго года обучения он уже должен уметь. Он должен водить паяльник, уже не бояться все это делать, водить инструментами, знать, как просверлить, я говорю, ты сверлишь, тебе что, дырка лишняя, пальцы нужна? Ну, так, то есть, сразу реагирует, засочить рукава и все такое. Он уже умеет. И он создает радиоуправляемые роботы, которые с помощью, вот, как машинки-то вот, которую можно купить, но здесь самодельное все. Буквально. Здесь, наверное, роботы-спасатели, роботы-пожарники, ну, и много можно вычислить и роботы-пастухи. То есть, им можно управлять, вот, он будет там за стадом вместо собаки там и прочее. А третий год, вот это я всегда, если в первом он знает, во втором умеет, а в третьем начинает понимать. Поэтому, те, кто хочет обладать этот, значит, адрес, поселковый 4, кабинет 208, я прямо себя, отказался, главный робототехник страны, я не побоюсь этого слова, потому что вы не найдете такой организации сейчас, где бы вы не искали в Калуге, вы найдете этих роботов, эти конструкторы, Evo 3 education, вот это вот, да, очень хорошая вещь, очень хорошая, но там прям сразу, там паять не надо, иногда конструкторы упускают, не будь, берите конструкторы. Хочется из этой канифольки нюхнуть, да, как бы. Ну, в общем-то, запах, а ко мне даже, вот, выпускники, ведь все-таки 20 лет, это приличный срок, приходят, можно я тут посижу, я говорю, что детство вспоминает, я говорю, подожди, а ты кто, я нахожу, подожди, у меня есть твое изделие, подожди, вот ты делаешь, посмотри, вот твоя плата, да не может быть, вот смотри, ой, как хорошо сделал, я сейчас так не делаю. Ходят ли к вам девочки на ваши занятия? Вот такая тема. Я знаю. Девочки, я прямо честно хочу сказать, девочки имеют определенную цель, они хотят делать роботов, на них очень хорошо обучаются с мальчиками, замечательно просто, вот даже, ну, надо сказать, они более аккуратные, более способные. Вячеслав Михайлович, я понял, что это очень интересно, что вы храните, и вот по крупицам вот эти знания той еще робототехники, которую мы читали в книге. Спасибо вам за это и пусть ваше дело процветает. Спасибо вам также. Ну, а мы двигаемся дальше и остаемся вместе с утра первых, у нас здесь очень интересно. На связи Первый Космический. Каждый год проходит акция Ночь искусств. Музеи, театры, библиотеки, выставочные и концертные залы провели различные культурные мероприятия, где каждый может найти для себя что-то интересное. Событие не обошло страной и Музей истории космонавтики. Но какая связь между искусством и космосом? Ответ – самая прямая. А если хотите узнать почему, то обязательно смотрите наш новый выпуск. Поехали! Космический простор привлекал к себе особое внимание художников, причем еще до того, как полеты к звездам стали возможны. Но как изобразить космос, если он еще недоступен? С помощью воображения. Оно стало главным инструментом художников-космистов. Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий. В 20-х годах прошлого века его главной творческой темой стал внешний и внутренний космос. На холстах художник передавал неземную красоту звездного мира и его единство с духовным миром человека. Среди космических художников есть и настоящие космонавты. Одним из самых известных был Алексей Архипович Леонов. Первый человек в мире, который вышел в открытый космос. Он изображал неземные виды космического пространства, которые наблюдал своими глазами. А некоторые этюды Алексей Леонов создавал непосредственно во время полета прямо на борту космического корабля. Его работы не один раз принимали участие в выставках и до сих пор хранятся в различных музеях мира, среди которых Дрезденская и Третьяковская галереи. В мире литературы космос тоже нашел достойное место. Чего стоят фантастические произведения Жулия Верна, Рея Брэдбери, Братьев Стругацких и Станислава Лема. Что касается современных книг, то и тут можно найти звезды и созвездия. Например, в известной и любимой многими серии о волшебнике Гарри Поттере мы встречаем немало персонажей с яркими космическими именами. Например, Сириус — это звезда созвездия Большого Пса, Гермиона — крупный астероид, Белатрикс — звезда созвездия Ориона, Люпус — созвездие Южного полушария и Драка — созвездие Северного полушария. Вот она, настоящая космическая магия. А что насчет театра? И здесь есть о чем рассказать. 26 октября Московский художественный театр имени Чехова отметил юбилей — 125 лет. И праздник достиг небывалых высот. Ведь поздравления с борта МКС передали сами космонавты Роскосмоса — Олег Карноненко, Николай Чуб и Константин Борисов. Поздравляем Московский художественный академический театр имени Антона Павловича Чехова со 125-летним юбилеем. Сейчас театр сопровождает их орбитальный полет. Его эмблема была нанесена на космический корабль «Союз», который стартовал на Международную космическую станцию 15 сентября. А игрушки в форме мхатовской чайки стали индикаторами невесомости экипажа и теперь свободно летают по станции. Еще актеры театра побывали в Центре подготовки космонавтов, где художественный руководитель и директор театра Константин Хабенский даже испытал на себе перегрузки в Центрифуге, одновременно читая отрывок из Евгения Онегина. В этом году Роскосмос и МХТ создали совместную традицию. Если раньше космонавты перед полетом всем экипажем смотрели культовый советский фильм «Белое солнце пустыни», то теперь к этому добавилось совместное посещение спектакля. Хороший повод сходить в театр. На этом на сегодня все. Обязательно подписывайтесь на социальные сети «Утро первых» и Музеи истории космонавтики. У нас всегда интересно. До следующего сеанса связи. Друзья, будьте ярче всех звезд и будьте первыми вместе с программой «Утро первых». Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok